всем приветики начинаем новый влог вот с таких вот миленьких маленьких утяток смотрите они идут прямо сюда с мамой уткой идут к нам а рядышком квакают эти лягушки ой какие хорошенькие только ты маленький кудки дает кусочки вылупились у тебя таких много много сейчас везде голодные мама утка съела вот это мамаша я понимаю детям надо давать хлеб она вперед детей старается есть они сейчас ничего не съедят с такой мамашкой так ты близко то не ходи туда не надо короче мамка все съела детям ничего не дала не кричит какие хорошенькие вообще прелесть но что это значит какого они пола в общем семейство целое короче короче ладно где там наши лягушки кого лягушки затихли ой слушайте какая красота тепло хорошо просто песни лягушки поют назад купила себе вот это вот платьица такое но с карманчиками получается но я его вообще как бы не носила ну пару раз буквально надевала еще потому что но я не знаю это надо колготки потому что без колготок его не наденешь она как бы такой с длинным рукавом достаточно теплая но в принципе она неплохое то есть она мне так вот нравится и так вот погода сейчас вечером и выходим пройтись и как бы ну можно нормально с кроссовочками с моими этим розовым единственное что здесь вот капюшон как бы да зачем он здесь нужен я не знаю ну такое спортивное типа но это как по мне чисто такое платье платье даже не туник а именно платье ну в принципе надо выгулять пока погода позволяет вот идем и думаю что это такое здесь огорожено прямо проходим трубы наверно какие-то меняют штыри какие-то ой в общем когда лето и весна постоянно какие-то работы происходят такие всякие строительные еще какие-то дождик накрапывает погода вообще непонятно то жара то дождь как всегда ладно мы идем ватриум соседи что-нибудь надо прикупить такое из продуктов все время надо лук покупать но он какой-то такой не знаю мягкий нету сейчас лука ну надо хоть что-то все равно выбрать потому что лука и морковка все время нужны так что нам еще лук выбрали они три луковицы выбрала потому что это вообще конечно ужас так батон батон какой у нас тут мягкий так нет это вчерашний вчерашний не хочу на что-нибудь сейчас выбросу так хочется какой-нибудь чайочек такой эдакий я люблю все травяное а и ну здесь честно говоря цены в соседях вот на это здесь только мясо можно покупать и лук с батонов и это самые котлетки в принципе все больше ничего такие вот цены на чай вот это чакают покупали на сейчас чисто травяные люблю и на вал борис еще тоже чисто такие травяные ну вот этот вот ничего мохито нормальный такой а это знают это чаяли что или чайный напиток вот интересно а нет это черный чай это не то не то это будет не так вкусно ну-ка а это у нас что он напиток или чай тоже черный чай но это будет слишком ядрено такое не хочется покупать так ладно пойдем дальше что тут нам еще на 2 нападем сразу мясо смотреть мясо надо покупать молочное не пойдем шучу брошки надо идти так сначала в этот отдел а потом на мясной я все смотрю на вот это вот заливной на покупать готовое что мне как-то не хочется так что тут у нас есть так все взяли мы такой вот набор здесь котлетки мясо полтора килограмма батонки и лук еще он теперь идем на кассу сегодня днем немножечко расчехлила обувь летнего чтобы очень жарко я уже достала босоножки я понимаю что мне надо покупать босоножки то потому что одни которая постоянно носила не уже так как-то ну такой вид имеет что надо их выкинуть и так поняла другие у меня есть менее любимые марка они как-то ну такие жестковатые как бы они еще нормальный и куча разных босоножек с каблуком я когда-то там покупала мне вот нравилось на каблуке но сейчас я понимаю что я не буду носить обувь летом на каблуке это ну нафиг это неудобно и вообще и жарко и бред какой-то поэтому вот тоже она стоит я не знаю в хорошем состоянии классная хорошая обувь летний босоножки много на каблуке зачем покупала не знаю ну был такой период поэтому в любом случае сейчас если покупать то только на плоской подошве это однозначно теперь никакого каблука я вообще сейчас чисто вот за комфорт за удобство это и в одежде и обувь ну как-то так так что тут нам надо в этом отделе о нам-то мешки для мусора мешки для мусора нам надо какие-то костя сказал что мешки нам для мусора не нужны это он заведует о чем здесь такое оголили фрукты и овощи так что тут можно взять яблочки какие-то такие в принципе можно взять яблочки но и груши такие они принципе нормально это же очень вкусно бывает вот я последний раз и покупали они ну реально были такие твердые и невкусные честно говоря как всегда творог такой берем так срок годности куда тут надо выбрать возьмем так сахар еще возьмем помочь тебе но это очень просил купить ему такое мяско карпаччо возьмем но еще мне очень нравится вот такой вот как по маску использовать такой вот крик чесночный сливочный чесночный а это что за чудо такое 7 морей когда она слишком яркая слишком красная сколько здесь на 180 грамм 849 что мне последнее время хочется чего-нибудь солененького даже на в адресе смотрела чихонь рыба кстати кинула в корзину пока не знаю буду думать так здесь всякая вот я не знаю кто такое вообще покупает честно говоря мне кажется тут может быть все что угодно и рыба какая дни такая и вообще так яйца нам не нужны пойдем пойдем посмотрим мартини мама скоро день рождения она любит партини поэтому надо купить мартини так где тут у нас что мартини самая нормальная цена здесь 32.59 за литр надо брать а с вами день следующий и знаете такие вот тревожные новости сейчас поступают в интернете естественно информация ходит снова про youtube что снова его не будет там про эту блокировку сидела я конечно понимаю что эта тема уже обсуждалась очень долго и очень много потом как-то все это дело утихло и вот сейчас снова начинают мусолить эту тему и на конечно неприятно потому что если вдруг все-таки это произойдет то очень многие люди потеряют вот в юну в ютубе именно вот нас там же не только показывают о чем говорить сейчас нельзя на ютубе имеется ввиду там же куча всякого развлекательного контента я не знаю познавательного обучающего там и кулинарные рецепты и тому все абсолютно да то есть ты хочешь что-то посмотреть сериалы там какие-то что-то узнает а там ты идешь в youtube как бы это настолько уже вошло в нашу жизнь что я не знаю то есть неважно кто вы там блогер зритель кем бы вы ни были да то есть youtube для вас уже для нас для всех это уже как бы такая очень любимая игрушка поэтому если у нас эту игрушку отберут будет конечно очень печально и очень обидно но все-таки хочется верить что это только разговоры ну такая мысль у кого-то там все-таки сидит где-то там да эту мысль и кто-то не может оставить в покое уже прошло столько времени какая уже разница кому дело до этого ютуба тем более что сейчас альтернатива совершенно нет то есть рутуб он по-прежнему не развивается это вообще непонятно что там не ролики там нельзя не выкладывать не смотреть ничего как бы его нет считаете века тоже там какая-то ерунда точно как бы дзен это вообще тоже такое себе получается то есть youtube он как и был очень удобен в использовании как для зрителей так и для блогеров так и остался поэтому если его не будет это конечно будет грустно но вот эти разговоры они как вы знаете надоели на самом деле тогда год назад про это говорили много конечно же часто потом как-то все это дело паук тихо а сейчас снова вот это вот волна появляется про youtube что вот отберут у нас эту игрушку но я говорю хочется все-таки верить что этого не произойдет напишите в комментариях какими видео хостингами сервисами пользуетесь вы кроме ютуба но что-то мне подсказывает что никакими дзен он как бы больше для того чтобы читать статьи но опять же дзен убрал рекомендовали ленту рекомендации то есть если раньше можно было там какие-то видео интересны для себя находить по рекомендациям даже вода то сейчас этого в принципе нету и тоже получается какая-то ерунда то есть дзеном ты даже как зритель пользоваться не можешь я уже не буду говорить как блогер там платят вообще какие-то копейки даже не интересно просто дублируешь видосы с ютуба туда выкладываешь и все точно вообще реально ни о чем то как зритель ты пользоваться цену в принципе не можешь поэтому вот как то так в общем будем наблюдать что будет дальше никто не знает нам остается только ждать надеяться верить на лучшее просто наблюдать за этим процессом поэтому такое получился у меня вложек как бы такое чисто домашний можно сказать простой поэтому всем огромное спасибо кто досмотрел это видео до конца до новых встреч пока